Международные армейские игры в самом разгаре. Гость программы «Танковый биатлон» проходит в подмосковном полигоне Алабина. В меткости и скорости соревнуются экипажи из Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана. Всего в гонках принимают участие команды из 16 государств. Это заезд первых экипажей в дисциплине «Индивидуальная гонка». По жеребёвке нашим танкистам достались боевые машины зелёного цвета. Путь открыт. Кыргызские танкисты стартовали первыми. Уверенный рывок. Первый выстрел прямо в цель, но, к сожалению, остальные мимо. Отмечу, в индивидуальной гонке участвуют по три экипажа, каждый на своём танке. Старт раздельный. Танкисты проходят по три круга от трёх до пяти километров. При этом экипажам надо преодолеть множество препятствий, таких как брод, курган, косогор, эскарб, противотанковый ров. Кроме всего прочего, надо продемонстрировать точность поражения мишени из танковых вооружений и прийти к финишу быстрее остальных. Отмечу, в этом году увеличено количество целей и способов их поражения. Стрельба, рвы с водой и песочные насыпи. Полигон Алабина на время превращается в настоящее поле боя. Весь чемпионат состоит из нескольких раундов. Индивидуальная гонка, полуфинал и финальная эстафета. По результатам индивидуальной гонки российский экипаж, поразив все мишени, без штрафов преодолел трассу за 17 минут 50 секунд. Вторыми финишировали танкисты из Казахстана с результатом 23 минуты 15 секунд. Наши танкисты преодолели трассу за 27 минут 4 секунды. При этом они поразили два мишени из пяти. А военнослужащие Узбекистана завершили заезд с результатом 28 минут 43 секунды. Да, заезд был непростым. Сегодня мы смогли воочию увидеть те нововведения в правилах конкурса танковый биатлон, которые применяются впервые. Это дополнительные запасные боеприпасы. Хорошо стартанули. Первый раз четко попали в цель. Последующие выстрелы мимо, да? Так как у нас дальномер мало показывал дальности, из-за этого, наверное, но у нас в тренировках все было хорошо, даже отлично, можно сказать. Все цели попадали. Ну, получилось так. Мы очень долго готовились. В течение шести месяцев скорость сумели развить до 77 километров в час. К сожалению, на несколько мишеней не смогли попасть. По итогам первого заезда в дисциплине «Индивидуальная гонка» Кыргызстан занял третье место. Впереди еще два заезда. Если они будут удачными для наших танкистов, то они попадут в полуфинал. Мирбек Молдаконов, Аскар Уланулу, Аллату-24, Московская область.